Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня такой день, 20 мая 2021 года. Тревожное ожидание холода. Вот мало того, что сейчас на улице и так 6 градусов, а впереди у нас самая-самая холодная ночь. Вот та самая прогнозируемая, которую мы ждали, боялись. Кто-то высказывал, что будет вообще минусовая температура. Но посмотрим. Сегодня, посмотрев прогноз, я немного успокоилась. Минуса вроде не выставлено, но все равно будет очень холодно. Вот если сейчас у меня... Вот видите, написано 6.52, 7 утра. Если сейчас у меня выставлено плюс 6, вчера в это время было плюс 14, то продвигаясь на ночные, ну на более... на ночные температуры, видите, и будет и 4, и 3, и 2. К рассвету все меньше, меньше, меньше. Короче, в 5 утра, 5, 6 и 7, 3 часа будет, хоть кратковременное, но такое сильно, такое ощутимое понижение погоды до 2 градусов. Конечно, даже вот и сейчас, которая температура у меня 6 градусов, и то для всех растений холодно, для томатов, для всего. А 2 градуса это вот такая критическая. Но я рада, что выставлено 2 градуса. Я молю Бога, чтобы оправдался этот прогноз, чтобы не опустилось ниже, потому что в течение 2-3 часов, как я уже говорила, 2 градуса томаты могут пережить. Мэри, успокойся. А потом опять у нас устанавливается теплая погода, и все будет хорошо. В довершение к похолоданию. У нас еще 2 последних дня стояла такая ужасная погода. Штормовой ветер оббило вообще все цветы у яблонь. Обколотила некоторые цветы у томатов даже. И работать в огороде было невозможно. Вчера хотела что-то высадить. Полные глаза пыли мне набилось. Голова черная. Единственное, кому хорошо в такой холод, в любую погоду, это вот прет, конечно, вот эта зелень. Вчера рвала редиску. Очень хорошо вот эти все зеленые культуры растут. И еще раз, я прям, как хочу сказать и себе, и всем. Еще раз, хорошо, что я не побоялась перед морозами, когда были морозы с глубоким минусом. Высадила все это, зато сейчас каждый день на столе и редиска, и вот эта зелень. Что еще не боится таких понижений? Даже до нуля. Не боится капуста, понемножку высаживаю. Не боится морковь, которая прекрасно себя чувствует в таких погодах. Я там посеяла редьку и горох. Редька не боится, горох не боится. Не боится салат, который я вот здесь, у нас, видите, просто тут проход. И ничего, просто удаляла сорняки. В этом году я сыпанула вот так, думаю, пусть растет салат. Ну, он самоходом растет и растет. Вот растет везде салатовый. Сейчас нужно все это прополоть и оставить только салат. Не боится таких холодов салат. Таких понижений в 2-3 градуса не боятся и наши сибирские сорта. Вот Настеньки, которые я высаживала, показывала вам, они были такие, как небольшие, маленькие. Все, они уже зацветают. И за эти томаты я нисколько не расстраиваюсь и не переживаю. Естественно, я даже не буду их прикрывать. Ну, как, впрочем, не буду прикрывать и все остальные томаты, потому что вы понимаете, когда уже все повысажено, даже вот эти иностранцы, и то они уже с маленькими помидорками. Вот эти малышки, вот они малышки-иностранцы. Такие хорошенькие. Ну, ничего, придется им немножко потерпеть. Конечно, при 6 градусах, вот сейчас в 7 утра очень холодно, и на улице работать, ну, не хочется, если честно, морозить руки. Но это я воспринимаю как прекрасную возможность зайти и обработать теплицу, потому что в жаркие дни здесь работать вообще не могу, задыхаюсь. А сейчас, я вчера показывала, я ниточки уже разложила. Сейчас буду удалять лишние пасынки, подвязывать колышку, формировать сразу томаты, решать, во сколько в один, в два, в три ствола буду вести, делать прополку, делать рыхление лунок. Короче, все полностью под ключ. Также, как делала я вот эту сторону, несколько дней назад я показывала, здесь у меня все обрезано, обработано, подвязано, полито. А вот эта сторона, тут еще джунгли. Все, до свидания. Видеообзор быстрый. У меня такое, как немножко тревожное ожидание этой ночи. Ничего лишнего говорить не буду, потому что посмотрим, что будет завтра. Конечно, не очень приятно, когда вот такое было тепло, 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 и раз прям яма, как в ямы провалились, вот эта холодная сегодняшняя ночь, а завтрашнего дня опять будет тепло, тепло, тепло. Почему именно один день? Ну, это, конечно, никто не может нам предсказать. Даже синоптики, они не всегда объясняют, почему именно среди периода благостного, такого теплого, когда и земля прогрелась, и все хорошо, раз один день, почти морозный, а потом опять все хорошо. Слушаю, откуда этот вот маленький, короткий холод к нам явится, я не знаю. Но будем надеяться на лучшее. Я всегда говорю, я вот не могу же это поле все прикрыть. И, ну, единственное, что на ум приходит, Боже, спаси и сохрани все наших томатиков, чтобы они не замерзли. И, естественно, я приостановила всю высадку, потому что в данный момент я высадила на улицу, я имею в виду, в открытый грунт, ровно столько томатов, сколько в крайнем случае я могу возместить. Представляете, сколько у меня на запасе стоят на скамейке запасных. Если вот эти повредятся, которые у меня в поле выращены, ну, высажены много там, я их все быстренько заменю и буду продолжать снова высаживать. Все, до свидания.